После почти двух месяцев спровоцированного ФРС США падения, является ли это огромным долгосрочным индикатором, который показывает нам, биткоин-холдерам, что быки готовы вытереть свои слезы и взорвать этот рынок массивными прибылями? И является ли эта информация о биткоин-майнерах той самой надеждой, чтобы биткоин-оптимисты пережили последние месяцы этой криптовалютной зимы? Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и сегодня я отвечу на эти вопросы. И если ты впервые на этом канале, почему бы не подписаться? Здесь мы каждый день говорим о главных событиях из мира криптовалюты. Также не забудь поддержать это видео лайком, это действительно очень-очень помогает каналу и мне. И хотя многие аналитики сейчас прогнозируют катастрофическое падение, аргументируя это крестом смерти, который образовался на графике биткоина, сегодня я это опровергну. Что такое крест смерти? Это пересечение 200-дневной и 50-дневной средних скользящих сверху вниз. И обычно о таком сигнале говорят как об индикаторе последующего падения. В истории биткоина таких крестов смерти было 8, 4 из них обозначили дно, а 4 привели к падению около 60%. После этого сигнала. Как мы видим шансы 50 на 50, 4 на 4. Кроме этого крест смерти это отстающий сигнал. Как ты видишь цена биткоина уже падала продолжительное время прежде чем этот сигнал вообще нарисовался. Поэтому он может оказаться индикатором не последующего падения, а достижения дна. И у меня есть сигнал, который указывает на то, что мы находимся практически у самого дна этого падения. О нем мы поговорим немного позже. А сейчас я хочу поговорить про майнеров, потому что здесь есть очень хорошие новости для биткоина. Несмотря на падение цены биткоина на 27 тысяч долларов ниже исторического пика, биткоин как никогда привлекателен для майнеров. Хешрейт и общая вычислительная мощность сети биткоина на этой неделе достигли новых рекордных максимумов. Посмотри на график хешрейта биткоина. Несмотря на падение цены биткоина, вот этот серый график, хешрейт биткоина, оранжевый график продолжает расти. Даже несмотря на падение и даже несмотря на события в Казахстане, из-за которых он немного проседал, но успел уже восстановиться. Ссылаясь на стоимость добычи одного биткоина, генеральный директор компании Кэприол Чарльз Эдвардс сообщает о том, что точка безубыточности майнеров сейчас находится на отметке в 34-35 тысяч долларов. Ниже этой отметки майнеры станут работать в минус. При этом самые страшные падения биткоина в марте 2020 и декабре 2018 случились из-за того, что майнеры капитулировали, когда цена биткоина оказалась ниже точки безубыточности. Сейчас, когда биткоин выше 34 тысяч долларов, у майнеров пока что нет причин продавать, а значит капитуляции майнеров мы пока не увидим. На графике мы видим вот эту розовую линию на отметке около 34 тысяч 332 долларов. Именно эта цена биткоина сейчас обозначает безубыточность майнеров. Если цена будет ниже этой линии, значит майнеры работают в убыток, если выше, значит они все еще работают в плюс. В мае 2021, вот здесь, когда биткоин падал с 65 тысяч до 29 тысяч долларов, точка безубыточности для майнеров составляла 30 тысяч долларов. И биткоин таки падал до этих отметок и даже чуть ниже, до 29 тысяч, но практически сразу же выскакивал выше этой точки безубыточности майнеров. На тот момент именно это и было дном. Кроме этого мы видим, что несмотря на падение цены биткоина, майнеры весь январь накапливают, причем достаточно активно. Они не продают свои биткоины, они их собирают. Также из отчета фиделити биткоин-цикл все еще далек от завершения, а майнеры собираются здесь быть на длинной дистанции. Интересно также отметить то, что экономические страхи из-за той же федеральной системы США в настоящее время никак не отображаются на настроениях индустрии майнинга биткоинов. А теперь я хочу перейти к тому самому большому биткоин-сигналу, о котором я написал название этого видео. Мы видели уже похожее построение на МакДи весной 2021-го, когда биткоин достиг 65 тысяч долларов впервые в своей истории. Вот это пересечение и привело к падению цены биткоина. Сейчас мы видим точно такое же построение вот здесь, как и тогда. И вот это пересечение также привело к падению цены биткоина. Кстати, заметь, в отличие от золотого креста, эти индикаторы не отстающие. Они не показывают то, что уже было, но прогнозируют то, что будет дальше. Итак, перед этими пересечениями мы наблюдали большой рост цены биткоина. Вот здесь и вот здесь. После пересечения мы наблюдали большое падение цены биткоина. И точно так же происходит сейчас вот здесь. Пересечение также привело к падению цены биткоина. Теперь заметь, что как только этот индикатор достигает отметок около нуля, или немножко ниже, как вот здесь, например, это означает, что биткоин нашел свое дно, и после этого начинался рост. В последний раз это произошло, например, в июле 2021-го. Как мы видим, этот индикатор опустился до отметок около нуля и даже чуть-чуть ниже. Что было с ценой биткоина в июле 2021-го? В июле 2021-го после вот этого падения цена биткоина нашла свое дно, отскочила от него и начала расти вверх. Причем очень-очень сильно. Теперь мы видим, что этот индикатор снова приближается к нулю. Сейчас разыгрывается абсолютно такой же сценарий. Но знаешь, что самое интересное? Если мы возьмем вот это движение здесь и скопируем его сюда, то увидим, что это движение предполагает падение цены биткоина приблизительно до отметки около 35 тысяч долларов вот здесь. 35 тысяч долларов. Это та самая точка безубыточности майнеров, о которой мы говорили в этом видео раньше. Это не может быть просто совпадением, не так ли? Кроме этого, это движение подозрительно, идеально совпадает со всеми основными уровнями сопротивления поддержки за последние года полтора. Так, например, мы видим, что сопротивлением выступает вот эта линия, которая уже в прошлом тоже выступала сопротивлением. Кроме этого, эта же линия, которая в прошлом была сопротивлением, иногда превращалась и в поддержку. И мы видим, что здесь она тоже будет поддержкой. Здесь она стала сопротивлением точно так же, как и вот здесь и вот здесь. А здесь она стала поддержкой впервые в своей истории. Кроме этого, если мы посмотрим на индекс RSI, индекс относительной силы для биткоина, то увидим, что он стремится сейчас в зону перепроданности. За последние 4 года, за последние 4 года, подумай, ниже мы были только в марте 2020, вот здесь, и в декабре 2018, вот здесь. В марте 2020 биткоин упал из-за коронавируса очень сильно. В декабре 2018 он падал по каким-то другим причинам, но тоже очень сильно. Сейчас индекс RSI, как ты видишь, оттолкнулся вот здесь от отметки около 42 пунктов. Интересно то, что в последний раз от такой же отметки он отталкивался в июле 2021-го. И что случилось тогда с ценой биткоина? Она нашла свое дно и начала расти вверх. Я вижу в этом сценарии очень много смысла. На него все указывает, практически все. Учитывая все, о чем мы сегодня говорили, мне кажется, это вполне себе реалистичный сценарий. Если падение продолжится, я думаю, оно будет непродолжительным. Падать нам осталось недолго. Максимальное дно, которое возможно, это 34 или 35 тысяч долларов. И похоже, что в феврале или марте нас ожидает разворот и достижение цены биткоина как минимум 75 тысяч долларов впоследствии. Меня зовут богатейший Ди, и не забывай, что это просто мое мнение, но никак не финансовый совет, а свое мнение ты можешь написать в комментариях под этим видео. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!